Потому что когда человек занимается духовной практикой, он возвышается в следующей жизни, он попадает в другое тело уже, более возвышенное. Есть разные виды жизни в этой Вселенной. И чем больше духовно развит человек, тем более высокую форму жизни он обретает. Человеческая форма жизни — это не самая высокая форма жизни. Она предназначена для того, чтобы идти путём разумного существования. Мы только в самом начале разумного существования. Некоторые говорят, что мы самые разумные существа Вселенной. Это безумие, так думать. Я могу вам некоторые вещи сказать, которые вы не сможете мне дать. Ни один человек из вас не сможет мне дать ответ. Кроме тех, кто знает уже об этом. Но некоторые даже не смогут понять, о чём я говорю сейчас. Хотя это простые вещи. Если вы здравомыслящие люди, вы со мной согласитесь, что простая клетка в человеческом теле — сложнейшая структура, которая сложнее, чем любой космический центр. Самый оснащённый космический центр менее сложен по структуре, чем простая клетка в человеческом теле. Это не мои слова. Это слова великих учёных. Они знают, которые изучают, которые изучают эти клетки. Там миллионы различных образований внутри. Всё это гармонично работает. Все эти клетки в объединены в один удивительный организм. И вы скажете, который я регулирую. Нет, мои хорошие. Давайте сейчас проследим, что происходит. Я беру яблоко, ем яблоко. Дальше я контролирую, что оно делает там, как оно усваивается, куда оно идёт. Я контролирую этот процесс, нет? Нет. Нет. А что я могу сделать только? В какой-то момент я отвечаю на запрос. А запрос такой. Иди. Иди, а то будет пахнуть. И я иду просто. И всё. Это приказ. Если я не подчиняюсь, значит... Всё зависит от моих способностей терпеть. Если способности слабые, тогда будут проблемы. Теперь смотрите. Я всегда могу руку поднимать свою? Её же может парализовать. И тогда я её уже не поднимаю. Я не могу уже. Не контролирую. Видите, есть какая-то сила внутри, которая всё это расщепляет, разносит по всем этим клеткам. Всё это происходит очень отлаженно. Система работает очень глубоко, отлаженно. Мы можем мешать и помогать ей. Но она работает сама. И современные учёные, которые обладают недюжинным разумом, решили, что всё это происходит автоматически. Автоматически. Просто само по себе. Вот если машину просто взять, пустить по дороге, она автоматически врежется в столб. Без контроля в этом мире ничего само по себе автоматически не существует. Но мы почему-то решили, что наш организм существует автоматически сам по себе. Видите, какие мы разумные. И мы в это верим искренне. Мы не знаем, что в нашем организме, веды говорят, кроме души, которая находится вот здесь в области сердца, кроме души сзади, за ней ещё стоит одна душа. Ещё одна душа. Но её называют сверхдуша. Или высшая душа. И видящие люди видят, что она сияет словно солнце там внутри. Если душа, мы сияем как искорка солнца, то сверхдуша сияет как солнце сзади. У человека вот здесь как духовное солнце сияет из него. И это сверхдуша или представительство Бога в сердце каждого человека контролирует все процессы в организме, которые происходят. И она же, сверхдуша, много чего делает, к чему мы привыкли. Ну а если изучать эту вещь, то можно догадываться. Например, у меня было много таких случаев, я расскажу один из них. Я всегда после еды ложусь на 15 минут отдохнуть. Некоторым людям хорошо гулять, после еды некоторым сидеть, а некоторым лежать. Надо посмотреть, что вам больше подходит. Всех по-разному. Мне надо просто расслабиться после еды. Минут на 15. Я говорю жене всегда, разбуди меня, пожалуйста, через 15 минут. И каждый раз через 15 минут она мне говорит, тебе пора вставать. Я встаю и дальше как бы занимаюсь своими делами. И один раз я тоже услышал, тебе пора вставать. Я всегда, когда встаю, говорю, спасибо большое. Я подошел и сказал, спасибо большое. Она говорит, я забыл тебя разбудить. Я говорю, нет, ты не забыл, ты же сказала, тебе пора вставать. Она говорит, нет, я не говорила. Кто тогда сказал? Второй случай, который мне докладывают каждую неделю. Мне говорит, Олег Геннадьевич, после лекции часто, спасибо вам большое. Вы мне прислились во сне и сказали мне, очень ценный совет дали. И у меня все правильно, так это правильно. Спасибо вам большое. Я говорю, я не помню. Это сверхдуша. Потому что вы, если сверхдуша перед вами предстанет, вы забудьте про совет. Она очень красивая. Господь очень красивый. И мы не можем его увидеть в этой жизни, потому что мы недостоин. Но сверхдуша может принять облик Олега Геннадьевича или жены. Кого угодно дать, чтобы нам что-то сказать важное. Она очень смиренная и принимает облик кого угодно. Я сегодня с утра молился и почувствовал, что будет хороший день, что будет хорошая лекция. Но также я почувствовал из сердца, что будет какая-то трудность. И потом, через какое-то время, эта трудность пришла. Я увидел, что вот то, что я почувствовал, то и сбылось. Хотя ничего не предполагалось, что должна быть какая-то трудность. Откуда я это узнал? Интуиция. Это что такое? Да, это голос Бога внутри. Не то, что я такой ясновидящий. Мне молния в бошку ударила, я стал ясновидящим. Нет, это сверхдуша, говорит. Это голос сверхдуши интуиции. Но если человек гордится собой и считает, что это его собственный голос, тогда сверхдуша уже не будет ему говорить. Какие демонические силы будут шептать ему из сердца? Всякую глупость о нем прославлять его будут. Ты возвышенный, ты очень и очень хороший. Все должны слушать только тебя одного. Понимаете? И в чем цель человеческой жизни? Вот смотрите, веды как объясняют. Душа смотрит на этот мир, который является экзаменом для него. Что за экзамен такой? Экзамен вот в чем заключается. Что человек, который ищет счастье в этом мире, он забывает про свое истинное предназначение. Для того, чтобы вспомнить свое истинное предназначение, человек должен пострадать в этом мире. И страдания приходят к каждому из нас, несомненно. Специально для того, чтобы мы опомнились. Потому что цель человеческой жизни заключается в том, чтобы не сильно надеяться на этот мир, в котором мы живем, а развернуть свой взгляд назад. К сверхдуше. Вот когда душа разворачивается к сверхдуше, тогда она обретает все, что ей нужно в жизни. Как снаружи, так и снутри. Но этот разворот очень сложен. Потому что, когда человек сильно страдает, чаще всего он хочет еще раз туда. Вот, допустим, муж бросил, а я все равно найду себя еще лучше. Ну, то есть, как бы, еще раз, еще раз, все будет хорошо. Вот, но когда человек пытается разобраться во всем, думает, что-то со мной не то происходит. И тогда он начинает погружаться в знание. А знание, любое знание, вот Олег Геннадьевич говорит знание, но если вы будете изучать, как оно поступает к вам, то вы заметите, что знание сначала отражается в сердце, а потом вы думаете, это правильно то, что ты говоришь. Видите, это не то, что я сказал, и вы прямо мне поверили. Нет, вы мне не поверите, не верите напрямую. Вы слушаете, это знание отражается в ваших сердцах, вы думаете, это я уже знаю, это правильно. И вот это правильно вы принимаете. Это значит, что вам знание все передает только сверхдуша человеку. Если не от сердца не отражается, то человек иногда тоже слушает, но значит, у него есть какие-то личные интересы. Допустим, его завлекают. Вот ты это, слушай меня, и ты будешь много денег зарабатывать. Слушай меня, и ты тогда выйдешь замуж быстрее. Слушай меня, и ты тогда сможешь кого-то обворожить, превратить, заворотить, наворотить и так далее. Видите, хитрость такая. Это означает уже другая беседа. Человек в это время не согласуется со своим сердцем. Он просто доверяет, поверил, что он услышит, потом станет успешным. Это корыстное слушание. Но есть слушание от сердца. Вот слушание от сердца является единственно правильным. Сердце откликается, значит, принял, пришло знание. Не откликается, значит, не пришло. Но глупость не может от сердца откликнуться. От сердца откликаются только правильные вещи. Запомните это. Сверхдуша не пропускает глупость. Поэтому знание приходит от Бога всегда, который внутри нас находится. Но если человек занимается раскаянием, очень трудно раскаиваться, потому что у нас всегда есть внутри чувство «Я прав, я прав, я прав, я прав, я прав». Оно постоянно идет из сердца. «Я прав, я прав, я прав». Это чувство называется эгоизм. «Я права, я права, я права, я права». И представьте себе, сказать себе, что я не прав. Это же тяжело? Очень тяжело. Каждому человеку, любому человеку очень тяжело. Вот сейчас я говорю, говорю, что-то вы раз мне скажете, вот это мне кажется неправильно. Я так, мне станет тяжело сразу. Почему? Потому что так действует эгоизм у каждого человека. Надо это проглотить, переварить, выслушать человека. Очень непросто. Нет, это так действует эгоизм просто. Наоборот, мы склонны всегда ошибаться из-за эгоизма. Интуиция от сверхдуши, но сначала интуиция – это не то, что мы думаем. Интуиция – это голос совести. Интуиция всегда срабатывает по-другому. Я сейчас вам объясню, как она срабатывает. У меня разок была ситуация трудная в жизни, а в трудной ситуации всегда правильный ответ горький, а не сладкий. В трудной ситуации всегда горький правильный ответ. Но его трудно принять очень. Нужна помощь. Я проверил. Я взял изображение Ванги и спросил, так поступать или так? И сразу, немедленно, ответ от ее изображения получил. Вот так. И у меня такое… А может так? И дальше сразу ответ, немедленно, такая улыбка. Да, можешь и так. И тоже вроде бы правильно. Я такой, блин, что же делать? Потом я подумал еще, помолился и понял, что надо делать так, как сразу сказали. Не надо с божественными людьми играть в салочки. И просто так, через боль начал делать, как сразу было сказали. И это была правда. Это была победа. Я вам больно сказал. Мне лучше на личные консультации вообще не приходить. Это страшное дело. Вам не повезло. И все дальше помогло как-то? Или я ошибся? Помогло. Все нормально? Ну, слава Богу. Я не гадаю, когда я говорю человеку. Я не гадаю. Нет, я не гадаю. Вы меня видите? А может, нет. Вот подумайте. Может, вы не видите меня? Вот честно так себе скажите. Видите или нет? Видите? У меня есть такое правило. Если я что-то не вижу, я не говорю. Нет, я выбрала. Откуда вы видите? Откуда и вы видите тоже? Вы видите глазами? Нет, не только глазами вы видите. Вы не только глазами видите. Я вам сейчас это очень легко докажу. Очень легко докажу. Вот вы образованный человек. Серьезный образованный человек. Я читаю лекцию уже час. И не сослался ни на одну, ни один источник. Я просто что-то рассказываю, рассказываю. Почему вы до сих пор отсюда не ушли? У меня к вам вопрос. Вот это и есть ваш ответ. Ваше сердце приняло, означает, что вы не глазами смотрите. Это сердце ваше вас оставило здесь. Без всякого сомнения. Вы не глазами смотрите. И вы также не можете сказать, что вы не можете дать совет. Например, я чувствую сейчас из сердца, из сердца чувствую, что у вас есть ребенок. Мне кажется, что это дочь. И мне также кажется, что вы любите с ней говорить очень близко и даете ей советы. И я также чувствую, что это идет из вашего сердца. И также я чувствую, что она вас слушает. Видите? Почему ты не идешь за дочь? Всему свое время. Каждый человек имеет свое время прийти на лекцию. В молодом возрасте человек очень сильно манит его желание. А приход на лекцию – это очень тяжелый и решительный поступок для детей. Дети не всегда способны. Если они просто согласны со всем, придет время, они пойдут этим путем. Но если вы будете их тянуть, то тогда вы поступите неправильно. У ребенка, у молодого человека очень сильны желания в жизни. Эти желания затмевают возможность думать о правде, об истине. Это ослабевает в взрослом возрасте. Поэтому не всегда возможно ребенка тянуть. Но мы сейчас говорим о сверх душе с вами. Когда человек советует другому человеку искренне с любовью, то подключается сверх душа. Самое главное – не иметь никаких мотивов. Не желать прославиться перед этим человеком, заработать на нем, показать себя очень известным, крутым каким-то и так далее. И когда этих мотивов нет, ты просто хочешь помочь человеку. В этот момент на это желание откликается сверх душа. И она дает чувство внутреннее. Что сказать? Это чувство должно согласовываться также с твоей философией. То есть, ну это не то, что чувство какое-то космическое, понимаете? Сейчас я вам скажу. Из созвездия Аль-Дебаран пришло. Нет. Это согласуется с твоим представлением о жизни также. Но это дается из сердца. Так действует сверх душа. Она является источником знания для каждого человека. А как тогда вам ответить? А это тоже очень просто. Она и вам ответит. Вам надо научиться верить в святых людей. Это практика. Вам надо каждый день кланяться святым людям, как я это делаю. И постепенно у вас к святости появится чувство. Чувство появится. Очень глубокое чувство к святому человеку. Чувство означает доверие. Вот допустим, у вас ко мне есть чувство. Но когда вы начали лично со мной общаться, появились сомнения. Но когда вы просто слушали меня, чувство оставалось. Потому что когда вы просто слушали меня, вы контактируете со своей сверх душой. А когда вы начали со мной общаться, то этот контакт уже стал опосредованным через меня. Вот просто слушайте лекции, вас никто ни к чему не обязывает. Вы контактируете только со своей сверх душой. Но когда вы со мной лично начали общаться, это другой эффект совсем. Вы уже начали чего-то бояться. Вот когда человек поклоняется святому человеку и лично с ним потом начинает общаться, он ничего не боится, потому что он его узнал. Он уже доверяет этому человеку, у него нет сомнений в этом человеке. Это не простой путь. Люди, которые являются наставниками, они являются зеркалом моей совести. Они зеркалят совесть. Кто такой наставник? Почему я ему подчиняюсь? Не потому что я слепой человек, а потому что я убедился в том, что этот человек отражает мою совесть. И поэтому я верен этому человеку. Но эта вера не является слепой. Эта вера исходит из знания. Я должен всегда убеждаться в том, что он такой. Убеждаться должен быть. И он действительно каждый день ведет себя так, как надо. Я убеждаюсь. Но если человек сходит с правильного пути, тогда я не должен дальше брать у него советы. Это называется не фанатичная вера, но сильная. Я буду уважать всю жизнь этого человека, но не могу уже брать у него советы, потому что он сошел с правильного пути. Я каждый день сверяюсь по его поведению, со своим пониманием. Но этот путь надежнее, чем просто слушать сердце. Потому что в сердце находятся две силы. Одна сила — эгоизм, вторая — сверхдуша или совесть. И очень трудно иногда бывает разобраться, что из них тебе говорит — эгоизм или совесть. Тем более, что голос совести сначала имеет горький вкус, а потом сладкий. А голос эгоизма сначала сладкий, а потом горький. Всё наоборот. И поэтому у эгоизма всегда есть преимущество. И поэтому нужен наставник в жизни обязательно. Потому что если человек просто только слушает своё сердце, он может заблудиться на своём пути. Ему нужно корректировать своё понимание со старшим. Наставника надо желать, желать. Искать — это понятие неправильное, потому что вы не сможете искать то, чего вы не видите и к чему вы не подключены. Допустим, вы можете искать, допустим, африканскую ящерицу в Омске? Можем, но результата не будет. Потому что в Омске нет африканских ящериц. Наставник — это непонятный НЛО, неопознанный объект для нас. Мы не знаем, кто такой наставник вообще. Как он выглядит? Может, это вообще не наставник? Может быть, я его выбрал наставником, а он вообще не наставник? Почему так? Потому что наставник — это не тот, кого я нашёл, а тот, кого я стал достоин. И когда человек чего-то становится достоин, сразу Бог ему это показывает. Или показывает, где это взять. Одно из двух.